Это просто бомба! Бирхантер кое-что готовит для вас, но прежде чем я расскажу вам подробности, давайте проведем небольшую ретроспективу и просто подумаем, чего же нового появилось на российском арбалетном рынке за последние года. Арбалеты стали быстрее. Сейчас арбалет со скоростью в 400 FPS считается средним, хотя буквально лет 10 назад это было вершиной арбалетостроения. Напомню, что в 2013 году на рынок вышел Barnett Ghost 410 и просто произвел фурор своей немыслимой скоростью, ну и трескающими зипланками. Все больше и больше арбалетов становится с обратными плечами. Несмотря на то, что первые арбалеты такой конструкции появились еще в 90-х, но я не знаю почему, обороты они начали набирать только сейчас. Вырисовывается тренд на многозарядные арбалеты, их становится все больше и больше от разных производителей, и Бирхантер тут является явным лидером. Как по ассортименту, так и по техническим решениям, примененных в этих самых арбалетах. Сильно изменились и механизмы взведения. Топовые арбалеты уже не позволяют натягивать себя руками или же вот этими обычными крюками. Теперь это либо лебедка, либо натяжитель с креплением на направляющий, либо встроенный в арбалет натяжитель. И я, как потребитель, очень даже рад таким тенденциям. Чтобы вот так развлекаться, я готов отдать сатент, скажет один. А другой человек скажет, 100 тысяч, за что? С него даже кабана нельзя убить. Такие деньги я готов потратить только на супер мощное оружие. А кто-то приходит и говорит, что ему для подарка арбалет за полмульта, но для очень влиятельного человека, на стене под него уже место заготовлено, главное, чтобы дорогой был и красивый. Стрелять из него все равно вряд ли будут. У всех свои ценности, и всем нужно разное от арбалетов. Поэтому первый вопрос, который вам задают в арчере-магазине, для чего вам нужен арбалет? Но есть какие-то объективные характеристики, которые хороши всем. Например, если арбалет быстро разводится, то разве кому-то от этого плохо? Вот и Берхантер так подумал. Встроенный в арбалет натяжитель — это гордость компании. Это уникальная фишка, которой нет нигде. Но почему же? Потому что это сложно придумать, а еще сложнее это реализовать. У нас есть лыжемент, направляющий от стрелы, который должен быть жестким и прочным. От него зависит добрая половина выстрела. По нему не только скользит стрела, но и он, во-первых, на себе держит всю нагрузку, а во-вторых, все подвижные механизмы, плечи с блоками. И как под него запихнуть сложный механизм взведения, который при этом еще и не будет мешать стреле вылетать? Это сложная задачка, и далеко не всем она под силу. Первым таким решением был арбалет Мамбо. Первый арбалет-пистолет, который стоил дороже 10 тысяч рублей, намного дороже, но при этом ставший хитом продаж. И до сих пор этот арбалет не теряет актуальности. До сих пор он потихонечку развивается, дорабатывается и совершенствуется. Но самое главное — это дало компании понимание, что она на верном пути. Потом появились Doom Mini и Хараон. Хараон был намного больше Мамбы со встроенным прикладом. То есть, по сути, это та же самая Мамба, но в более привычном для большинства людей форм-факторе. А вот Doom Mini был чем-то совершенно новым на рынке. Этот арбалет произвел ажиотаж. Первый арбалет-пистолет с обратными плечами, который по мощности сопоставим с большими арбалетами. И, конечно же, со встроенным натяжителем. А почему бы не пойти дальше? Это небольшой кусочек того, что происходит в закулисье. Doom Mini агрегатор, во-первых, очень мощный арбалет, а во-вторых, благодаря магазину, имеет, по сути, неограниченный потенциал по темпу стрельбы. И этот потенциал нужно реализовывать. Также этот арбалет умеет и в охоту. Кстати, господа охотники, напишите, насколько это полезная фича для охоты. Потому что раньше, если вы сидите в седле на дереве, завести арбалет обычным натяжителем, ну, невозможно. Руками практически тоже. Усилие большое, но главная проблема – это возникающий перекос тетивы, что, естественно, влияет на точность. Был один известный мне вариант – это лебедка. Ну, или лебедка плюс электрическая отвертка. И если отбросить все недостатки лебедочного натяжителя, а именно, что сам бегунок, вот эту штуку, которая цепляется за тетиву, сначала нужно надеть, потом после взведения отмотать обратно лебедку и вытащить его из-под прицела, а это не всегда удобно, потому что тетива при натяжении образует угол, который зажимает этот бегунок, то в целом вариант неплохой. Так вот, развивая эту мысль, учитывая, что натяжитель уже встроен в арбалеты Бирхантера, инженеры решили попробовать встроить в арбалет еще и электропривод. Пока это еще прототип, созданный с использованием аддитивных технологий, то есть 3D принтера, но он уже рабочий. Осталось только продумать защиту от дурака, и можно запускать в серию. Какие есть минусы? Если аккумулятор сядет, то арбалет взвести вряд ли получится. Хотя может получится добавить отверстие, чтобы туда можно было вставить обычный вороток и вручную взвести арбалет. Следующее это защита от детей. Если арбалет с водимой мышечной массой ребенок просто не в состоянии взвести, то кнопочки нажимать детишки любят. Но с другой стороны, предохранители, там все дела, да и аккумулятор съемный, если вы понимаете о чем я. А что по плюсам? Что нам это дает? Во-первых, это круто. Со своих 16 лет лучной арбалетной жизни я такого не встречал. Во-вторых, это удобно. Теперь любой человек в любой физической форме сможет взводить арбалет. Будь то девушка или же человек с травмированной спиной. Да и в конце концов, на тренировке по стрельбе можно будет тратить больше времени, потому что стрелок будет гораздо меньше уставать. В-третьих, это компактность. Да, мини-арбалеты и сейчас можно взвести в достаточно стесненных условиях, но все же, с электроприводом место на взведение не нужно вовсе. В-четвертых, это темп стрельбы. Понятно, что моторчик взводит арбалет быстрее человека, так что скорострельность будет на уровне. В-пятых, это точность. При стрельбе на улице важны условия стрельбы. То ветер есть, то ветра нет, и нужно успеть выстрелить в тот момент, когда погода вам благоволит. Также на точности скажется и отсутствие необходимости стрелку менять позу, потому что, когда ты прицелился, ты выстрелил, тебе нужно убрать арбалет. Ты, может, даже с носошкой стрелял или еще как-то. Короче, ты занял удобную позицию, но тебе нужно взвести арбалет, поэтому ты берешь его, взводишь, или, если мы говорим про обычный движитель, снимаешь, делаешь какую-то физнагрузку, что тоже там влияет на твой пульс, на твое состояние, и, короче, это тоже сказывается на точности. А так вы, по сути, стреляете, ну, как из винтовки. Нажали кнопочку, нажали другую, нажали кнопочку, нажали другую. Я думаю, что в скором времени появится Doom mini-агрегатор с электроприводом. А вот что касается остальных арбалетов, то тут есть о чем подумать. Скоро выходит Mamba-агрегатор. Нужен ли ей такой натяжитель? С натяжителем, безусловно, веселее, но и цена вырастет ощутимо. А может, стоит продавать его вместе с рукояткой, я имею в виду натяжитель, чтобы можно было просто установить на уже проданные обычные агрегаторы? Но самое интересное, конечно, это же потенциал при больших арбалетах. Есть у меня видео про парочку полноразмерных арбалетов со встроенными натяжителем. Как считаете, оно там надо? Напоминаю, что там сила натяжения 160 килограмм, а размер всего 86 сантиметров. А натяжитель позволит убрать стремя. Ох, какое будет время! Я, честно говоря, не припомню ни одного самовзводного блочного арбалета. Рекурсивные арбалеты были, точнее, один, Steambow. И то, судя по тому, что видео есть только на ютубе с выставки, то что-то у ребят пошло не так. А жаль. Нестандартные идеи мне нравятся. Кстати, посмотрите вот это видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok